Какие функции белков мы уже... Ну, как то можно перечислить? Какие функции белков, прошу вас? Транспортная. Транспортная, раз. Двенительная. Двенительная, два. Еще. Самая главная, первая, с которой все начинается. Она действительно самая главная. Мышь? Нет. Слетка, скорее, ага. Как называется функция? Сейчас, это фермент. Ферментативная функция. Ферментативная функция белков 3. Разобрали с вами транспортную, мембранный транспорт. Разобрали с вами двигательную. Ну, допустим, с актомиозиновыми пачками много возились. Разобрали ферментативную. А еще какую? Такое слово цитускелет. Вам о чем-то говорили? Ага, да. А как называется эта функция белков? Структурная. Структурная функция. Из белков построена основная опорная конструкция. Структурная функция. Какие характеристики каждой клетки будет определять? Во-первых, ее форму, повторяя цитускелету, клетка может поддерживать определенную форму. А еще что она может? Если кинезин-подобные белки начали перемещать в цитускелетные микротрубочки. Что будет с формой клетки? Изменяется. Значит, не только поддерживают определенную форму, но и необходим для того, чтобы клетка умела регулировать изменения в своей форме. Вот у бактерий у них нет цитускелета. Ну, во всяком случае, такого скелета, как у настоящих ягодных клеток. В результате бактериальная клетка может применять свою форму. В частности, могут ли бактерии питаться фагоцитозом? То есть, захватывать какой-то объект, втягивать в себя и там переваривать? Нет, совершенно не способны. Никакого фагоцитоза, разумеется, у бактерий нет поменее. Как они питаются, это потом с вами разберется. Еще одну функцию забыли. Ну, как? Одна из самых таких ярких. И, как правило, хорошо напоминается. Рецепторная функция белков. Разбирали с вами, как клетка реагирует на внешние изменения. Белок-рецептор под определенным воздействием меняет информацию и превращается в активный фермент. И этот фермент начинает в миллион раз и там, в 500 тысяч раз, ускорить строго определенную реакцию. В результате, что получается? Если нет этого явления, данная реакция в клетке идет в 500 тысяч раз медленная. А это значит, что она существенно влияет на клеточные события? Да нет, но единичная молекула ни на что повлиять не может. А теперь у нас произошло некоторое событие, и реакция в 500 тысяч раз ускорилась. Теперь сколько молекул за единицу времени формируется? В 500, полмиллиона раз больше. Вот это повлияет на события внутри клеточки? Да. Ну, разумеется, еще раз. Ребяточки, список функций белка просто составьте для себя. Если в головах удерживается с трудом, давай сейчас просто напишем, какие функции белка мы уже с вами посмотрели. Третья группа функций. Вторая группа функций. Транспортная. Белки определяют, какие вещества попадут в клетку, а какие вещества клетка, наоборот, выбрасывается на улицу. Третья группа функций. Рецепторная. Благодаря белкам клетки могут реагировать на изменение ситуации. Двигательная. Все типы движения живых организмов связаны с работой белкового комплекса. Подробнее всего мы с вами посмотрели работу мышц. Ну и немножечко посмотрели, как можно представить в себе амебоидное движение. То, как движется амеба. Понятно, что никаких мышц у амебы она всего-то из одной крепости стоит. Последняя группа функций. Структурная. Структурная. Ярчайшим примером структурной функции белка является участие белком в образовании цитовского скелета клетка. Который будет поддерживать форму клетка, определять изменения этой формы и так далее. Стоит поговорить вот прямо сейчас еще о парочке. Про иммунитет наверняка слышали все. А кто может попробовать дать определение иммунитета? Что называется иммунитет? Программа, которая открывает клетки, не родственные, ну, как иммунитет в организме. Ага. Это вы опираетесь на материал клетки. Молодец, правильно делайте. Но это частный случай работы иммунитета. При таком определении абсолютно непонятно. Как же иммунитет привлечает свои клетки от чужих? Ну, опять надо представить себе маленького гаишника. Который сидит внутри клетки и проверяет номера. Вот этот свой, вот этот чужой. Дальше уже принимает решение. Мы с вами договорились, что попробуем подходиться без гаишника. Да? Устойчивость организма к разным бактериям. К разным бактериям. Устойчивость. То есть бактерии его жрут, а он стоит. Его жрут, а он стоит. Он как защищает это? Ага, ну тогда это примерно то же самое. Тогда вы сказали примерно то же самое. Так вот, ребята. Иммунитет – это прежде всего система защиты от чужеродных веществ. Вот такое определение прямо можно и написать. Иммунитет – система защиты организма от чужеродных веществ. Почему иммунная система способна сопротивляться бактериям и вирусам? То есть возбудителям заболеваниям. А как по-вашему, бактериальная клетка состоит из тех же веществ, что в клетке вашего тела? Нет. Конечно нет. Разумеется, нет. Иммунная система просто оклавливает фрагменты, которые построены из другого материала. Если использованы другие материалы, все это значит чужое. А чужому не место в нашем организме. Как следует изопределение, иммунная система работает не только против микробов, то есть микроорганизмов. Она ведь будет работать и против ядов. Вот когда люди говорят про противоядие – вещества, которые блокируют действия ядов на организм. Противоядие, да? Скажите, пожалуйста, а можно ли убить вещество? Нет. Ну вот эту каждую другу убить можно? Нет. А почему нельзя? Не живая. Так она не живая. Конечно, убить не живая. Иммунная система, разумеется, работает и против микробов, и против ядов. Говорить, что агенты иммунной системы только кого-то убивают – абсолютно неверно. Ядов убить не могу. Там другая система. Вот, ребят, понимаете, зачем я вас так долго мучил химией и, ну, основами химией и физикой? Дело в том, что всерьез все события в любом живом организме сводятся к химическим взаимодействиям. И прежде чем спеть песню про иммунитет, давайте решим чисто математическую задачу. Она абсолютно необходима в этом месте. Эта задачка будет совершенно сродни абсолютно другой сфере научной деятельности человечества. Про структурную лингвистику. Слышали как? Ага. Наука, описывающая строение языков. Построение слов, построение словарей, построение грамматических правил и так далее. 20 разных типов. Отлично. Средняя длина головы молекулы при этом. Примерно, ребят, это очень сопривая число, но и считается, что в среднем белочек состоять будет из 200 последовательных аминокислот. Обязательно ли я 50-20 в эту цепь война? Нет, точно не обязательно. Ясно, что некоторые аминокислоты повторены очень много раз. А теперь, представим себе, что аминокислоты это буква. Это буква. Тогда белокат что такое? Слово. Тогда белокат слово. Из двухсот букв. А, чудовищно длинное слово из двухсот букв. Попробуем решить вот какую задачу. А сколько разных слов можно составить в этом языке, если средняя длина слова 200 букв, а букв у нас 20 разных слов. Итак, есть у нас такой фантастический язык с планеты Тумба-Юмба. В этом языке 20 разных букв, а слова чудовищно длинные. По 200 букв в словах. Хорошо? 20 в двухсотой степени. Отлично. Как решить задачку? Ответ верно. Число чудовищное. 20 в двухсотой степени. То есть 2 на 10 в двухсотой степени. Сколько нулей у этого числа? Получилось. Нет, два в двухсотом. Что? Правильно, не два в двухсотом. Ну, конечно. Больше двести нулей. Ребята, ну, разумеется, вот так. Вот это число имеет сколько нулей? Двести. Двести нулей. Вы понимаете, что триллион триллионов отдыхает рядом с этим числом? В триллионе сколько нулей? Всего там? Двенадцать. Всего двенадцать нулей. Триллион триллионов 24 нуля. А здесь двести нулей. Вот никакое реальное физическое множество этому числу не соответствует. Допустим, количество атомов в известной нам части Вселенной. Не в планете Земля, не в Солнечной системе, не в нашей галактике. А во всей известной нам части Вселенной. А сейчас известно огромное количество разных галактик. Если мне память не изменяет, то число атомов в известной нам части галактики определяется примерно вот таким значением. Десять сто десятых степеней. Вот здесь могу убрать. Помню, что степень больше сотни. Это точно. Но намного-намного меньше двух сотен. Ничего себе. Практической точки зрения. Что можно сказать про многообразие, возможно, и многообразие белков? Что гораздо меньше, чем бывает? Белки могут быть любые. Разнообразие белков не ограничено. Бывают белки прочные, как сталь. Бывают белки жидкие, как вода. Бывают белки, которые разрушаются уже при плюс 20. А бывают, которые выдерживают плюс 300. Только бетон не выдерживают. Бывают белки с свойствами кислот. Бывают белки с свойствами щелочей. Бывают белки, которые вообще ни с кем не реагируют. И так далее, и так далее. То есть на самом деле самая-самая-самая работа. Что? Бывают белки, которые реагируют сам всем, что важно. Ну да, которые крайне. Это в языке химии будет называться крайне реагентоспособность. И так далее. То есть многообразие белков можно принимать за неограниченное. Белки входят в состав любого живого организма. Обязательно. Ну как вы видели, у них же огромное количество важнейших задач. Ни одна клетка без белков не обходится. Следует ли из этого, что у меня в теле такие же белки, как у вас в теле? Нет, конечно. Конечно нет. Вы про группу крови слышали что-нибудь? Можно ли переливать кровь к человеку, у которого группа крови не совпадающая? Нет. Во всяком случае, здесь есть свои законы. Закон о совместимости. Первая группа можно заливать кому угодно, а четвертую можно вообще как, ну, что угодно можно переливать. Да, гениально, совершенно, действительно. Человек, который отдает кровь, будет называться донор. Вот люди с первой группы, они универсальные доноры. Кровь к этой группе можно переливать кому угодно. Никаких неприятных последствий не будет. Если четвертая группа, то, опять же, вы счастливец, потому что вы можете принимать кровь от любого донора. Не обязательно от людей четвертой группы, а от первой, второй, третьей, никаких проблем. Ну, а для второй, третьей, есть и вернее, либо нужно от крови своей группы, либо первой. В чем дело? А дело в том, что это многообразие определяется различиями белков, которые растворены в пластной крови, то есть в жуткости крови, и белков, которые связаны на поверхности клеток крови, эритроцитов. И вот если возникает несопадение, то эритроциты начинают, их мембранные белки активируются, и эритроциты начинают прилипать друг к другу. И нарастают достаточно быстро, вот такой огромный комок из эритроцитов. К чему это приведет? К чему это приведет? Закупорки капиллярных сетей. Закупорились сосуды, что дальше? Компорт. Внутренное крово-сечение. А дальше ваша пленка, какое крово-сечение? Вы заткнули трубу, вот я взял, заткнул трубу. Толкнула? Нет. Но кровь будет проходить по заткнутым трубам? Нет, нет. Ага, а если кровь не доходит до определенной части тела, как живется там бревка? Так что не бывает. А от чего? Бревшую кислород не перестали подносить, они просто задохнули. Понимаете, никакого там разрыва сосуда, кажется, происходить не будет. Просто начнется у вас не просто массовая гибель клеток и недостатка кислорода. Точнее, не просто кислород, а на трубе. Вот, а сфиксируют недостаток кислорода. У каждого из нас белки немножечко отличаются от белков соседей. Но надо сказать, что в рамках однако биологического вида, вот у всех людей темного шара, да, белки все-таки более или менее сходные. Ну а теперь, допустим, вы вчера за обедом съели куриную ножку. Курина, врачок, да? Белки курицы не такие, как ваши белки. А белки определяют массу процессов внутри тела. Вопрос, почему вы сегодня не булавчики? Вы же себя загрузили чужеродными белками. А белки определяют, по сути дела, все процессы внутри клеток. То есть, может, их недостаточно? Значит, я не сделала как-то. Хорошо, значит, в результате. Если регулярно на каждой еде лопать куриные ножки, то со временем обрастешь пигами, закудащишь и начнешь нести яйца. Ну, белки не работают, у них какой-то один учебный есть. Думать, думать, думать. Ребята, задачи решаются не настолько условно. Думайте. Вы съели, что дальше с едой? Крива. Что такое пищеварение? Это выделение из белков, а это ключевые. В области. Это на уровне детского сада или на уровне нашей, так называемой, очень средней школы в России, да? Когда людей учат выкрикивать заклинания. Задача ученика в данном случае – заклясть учителя. Произнести заклятие. Из пищи выделяются болезные вещества. Очень красиво звучит, но абсолютно непонятно. Что же это за такие болезные вещества? В основном, это те, кто подпитывает белки. Белки, белки. Да, ребят, подпитывает. А все свойства белка, от какой его структуры зависят? Абсолютно. Вот мы с вами четыре последовательные структуры белка посмотрели. От какой структуры зависят все свойства? От первичной. От первичной, конечно. От определенной первичной структуры белка. Определение первичной структуры белка. Первичная структуры белка – это линейка структуры... Линейная структура. Линейная структура с определенными пептидными связями. Что пептидными связями? Скреплено сначала. Кто скреплен? Линейная структура белка – это линейная структура. Линейная структура... Линейная структура – это линейная структура. Это линейная структура, это линейная структура, скрепленная пептидными связями. Ребята, что такое первичная структура? Это некоторая нитка, некоторая линия, по ходу которой аминокислоты соединены в определенном порядке. Если вы взяли и переставили одну аминокислоту, вот взяли, вы ничего не выбросили из белка, ничего не добавили, просто переставили. Это у вас та же самая первичная структура или уже другая? Это уже другая. То есть первичная структура, в ней записано, в каком порядке аминокислоты идут друг за другом, почему они не разбегаются, почему они не меняют места, что им не дает разбежаться первичная структура, пептидная связь, пептидными связями они привязаны друг к другу. Теперь вы слопали куриную ножку, или съели, как я не знаю, порцию борща, или съели порцию мороженого, не важно чего. Так, давайте подумаем, пища, ваша пища, белки содержатся? Ну, это белки вашего тела или это белки других организмов? Белки других организмов. Вам нужны белки других, вашим клеткам нужны белки других организмов? Не, не нужны. Углеводы, сахара, да? В частности, в любой растительной пище будет находиться целлюлоза, которую мы сами перевозить не можем, но симбиотические бактерии помогут нам в этом, глюкоза и всякие прочие сахары. Славно. Жиры. Как встроено жиры, мы с вами говорили. Ну, скажите, пожалуйста, это сахара нашего организма? Нет. Нет. Жиры нашего организма? Нет. Нужны ли эти вещества нашим клеткам? Да. Абсолютно не нужны. Они для них чужие. Что надо сделать с этими веществами, прежде чем организм их сможет использовать? Переваривать. Что такое переваривание? Развлажение на кислоты? Отлично. Володка, отлично. Что такое полимер, помните? Да. Угу. Цепная молекула или необязательно цепная? Здоровая молекула, состоящая из повторяющихся субъединений. Мономер. Белки у вас в пищеварительной системе. Разваются их ферменты. Пищеварительные ферменты разрежут на аминокислоты. Есть ферменты, которые избирательно режут как раз в пептильную связь. Неважно, кого бы съели, а бегемота, курица или любовь. У них, конечно, другие белки, но аминокислоты-то те же самые или нет? Белки разбираются на аминокислоты. Именно так. Белки разбираются на аминокислоты. Сложные сахара. На что будут разбираться? Вспомните, как целевоз устроена, да? Последовательность из чего? Что там? Класс. Из глюкоз. Что будут делать пищеварительные ферменты со сложными сахарами? Разбирать на глюкоз. На простые сахара. Молекулы жира, как встроены? Глицеролы жирные. Глицеролы жирные кислоты. Так и есть. Вот это и есть переваривание пищи. Пищеварение. Ферментативное разложение кулимеров на мономеры. Не на какие-то полезные вещества, а на гномомеры. Как там написано в классе глицеролы жирные? Глицеролы жирные кислоты. Они же органические кислоты, они же карбоновые кислоты. В этом классе соединения нефть назовет. Сам по себе процесс переваривания не пойдет никогда. Что необходимо для того, чтобы произвести разложение белка на аминокислоты? Что необходимо? Фермент, который режет связи, пептидные связи белки. Что необходимо для разложения сложного сахара на простые сахара? Фермент, который режет гликозидные связи сложного сахара. Что необходимо для разложения жира на глицеролы жирные кислоты? Фермент, который будет режет связи между этими детальями. То есть все пищеварение идет только с участием фермента. Понятно. А теперь разобрали еду на простые детальки. То есть на детальки компьютера Лего. Извините, конструктора Лего. Куда эти детальки дальше? Из желудка, из кишечника. Куда они попадут? В кровь. И кровь разнесет их по всему телу. В клетке получат эти детальки. Что из них будет собирать? А то, что нужно самой клетке. Это понятно? Теперь более-менее ясно, что такое переваривание пищи. То есть мы сначала разобрали все на основные детали. И снабжили клетки нашего тела этими деталями. А дальше уже сама клетка собирает ту конструкцию, которую ей надо. Кстати, пару слов по поводу переваривания. Рад уж мы зацепили за эту тему. Попробуем на доске сейчас переварить белок. Кусочек белка. Пептидная связь. Пептидная связь и так далее. Так же можно и в саду. Просто здоровые птичные связи. Ага, классно. Вы попадете в сказку про Кощея Бессмертного и Ивана Царевича. Что происходило с Кощенко с того, как мы убили голову? А он пристал. Она опять прирастала. Мы срубили, она приросла. Срубили, она приросла. Отлично. Пришел пермент, большой такой, и порвал эффективную связь. Следующую долю секунды. Что происходит? Вы разорвали спаренную электронную орбиталь. Перевели эту связь в невыгодное состояние. Следующую долю секунды облако опять замкнется. Его опять порвали. Оно опять замкнуло. Опять порвали. Опять замкнуло. Рвать можете сколько угодно. А может ОАС-группа вызовут и подсоединятся? Еще раз. Вызовут активно связь, подсоединятся, замените их. ОАС-группа. Ага. Ой, Володь, когда вы научитесь излагать свои мысли в рамках хоть какого-нибудь языка, а сейчас желательно русского, но может на английском говорить. Так, чтобы надо было не догадываться, а вот грамотный сложно, потому что говорить его верно, только вот таким путем. Понять ваш нормальный человек может с огромным трудом. Как вообще-то образовалась пикетная связь? Помните, когда говорили? А это было бы такое. Кислород. Очень раздорово. Оно опять. Вот одна она кислота, и вот вторая она кислота. И для того, чтобы замкнулась пикетная связь, какую молекулу выбросили? Ага. Да. Значит, надо природой или посоедините туда-обрат. Ага. Именно так. Для переваривания любого продукта, неважно, что переваривается у вас в теле, переваривается белок, переваривается жир, переваривается сложный сахар. Все эти процессы будут идти одинаково. Задача – порвать ковалентную связь. Ага. Сделать это можно единственным образом. Одновременно с этим порвать молекулу воды. Одновременно с этим разрывом фермент должен порвать молекулу воды. На какие две части? На 8. Именно так. Вот она, молекулу воды, которая порвала. Вот в этом случае. Так наоборот. Почему? Да, может быть. О, вы абсолютно правы. На самом деле очень хорошо. Не просто хорошо, а очень хорошо, что вы отслеживаете ошибки моей невнимательности. Это очень хорошо. Хорошо, порвали молекулу воды. А дальше? Одновременно с этим развернуто опять развернуто это общелектронное облако. И что произойдет? Классно. А часть аминокислот подсоединяется к этим частям? Нет, так не часть аминокислот. Вот это электронное облако-гублерода. Оно после развернуто. Стоит ныне спареное. Нет, не спареное. И здесь та же самая история задовольная. Скажите, такой фермент может ли переварить хоть что-нибудь, если рядом нет воды? Нет. Нет. Группа реакции изложения, которая идет с обязательным участием воды, называется гидролиз. Гидролиз. Это реакция разложения, идущая с участием воды. Гидролиз. А все вместе пищеварительные ферменты относятся к классу гидролазы. Помните, у ферментов окончание афа всегда. Гидролазы. Ферменты, которые ведут гидролиз. Здесь, правда, у вас нужна такая очевидная оговорка. Понятная. Так, гидра на русский язык переведите. Вода. Вода. Пожалуйста, на Олимпиадах не называйте эти ферменты водолазами. Слово «водолаз» означает слегка другое. Ферменты называются не «водолазы», а «гидролазы». А можно вопрос, как переводится листом? А вы часто будете встречать еще один корень. Лизос. Вот этот корень. Лиз. Растворение. Ну, в частности, в теле есть, в каждой клетке, есть такой маленький органойт «лизосок». И содержать он будет, как пузырючек, как раз гидролизные ферменты. Что будет, если лизосома порвалась, и внутри клетки освободились гидролизные ферменты? Сразу сливово откроется. Клетка самопереводится. Это один из вариантов программированной смерти клеток любого организма. Вы понимаете, что у наших всех клеток есть механизм программированной смерти. Они должны жить строго определенное время. После того, как они отработали определенное время, клетка саморазрушается. Исключение из этого правила есть, но это не так много. Да, прошу вас. Ну, смотрите, а гидролаза. Там получается оренгидролаза. Что? А это остатка. Вот это. Гидролаза. Остатка кризиса. Аза. Окончание экстрементка. Итак, мы с вами немножко разобрались с переварением пища. А заодно, в общем-то, такие процессы называются гидролизм. А вот теперь уже нужно серьезно про иммунитет поговорить. Вот если мы сравним иммунитет клетки со всеми системами защиты государства. Вот все системы защиты государства одинаковые, абсолютно однородные? Нет. Нет. Армия есть? Есть. Флот есть? Есть. Военно-воздушные силы есть? Есть. А также, в рамках каждого вида воск. Будут более мелкие подразделения? Вот точно так же у иммунитета. Огромное количество разных механизмов. Самое грубое деление, деление на две группы иммунных механизмов. Клеточный иммунитет. Клеточный иммунитет. Это работа совершенно особых клеток защитников. Это клетки нашей крови. Общее название для них – лейкоциты. Лейкоциты в десятках разных типов. Об их разнообразии сейчас с вами говорить не будем. Важно, что много разных у каждой группы со своей строго определенной задачей. Так? Вторая группа механизмов будет называться буморальная иммунитета. У-МО-РА-ЛЯ-НИ. Слово бумор в русском языке сейчас является полностью устаревшим. Даже в течение всего XX века это слово не использовали. А вот в XIX веке оно вполне было как в самом начале XX века. Гумор – это раствор. В биологии вы часто будете встречаться с так называемыми гуморальными механизмами. Растворами? Да. Это вещества, которые находятся в растворе. Разницу между веществом и существом. Все понимают? Есть вещества, а есть существа. Гумораль. Скажите, пожалуйста, вот эту группу защитных реакций реализуют существа или вещества? Существа. Существа. Предки от существа. Они живые. Есть ли на свете живые вещества? А? Есть ли на свете живые вещества? Нет. Нет и быть не может. Нет и быть не может. Кто это не понимает, запишите. Ни одного живого вещества на свете нет по определению жизни. Просто. Мельчайшая единица живого – это клетка. Клетка – это целый набор веществ. Может быть, клетка построена только из одного вещества. Вред всего этого. Итак, эти механизмы реализуются существами, а эти механизмы – веществами, молекулами. Так, живых молекул не бывает, ведь вы делитесь. На самом деле, для всех защитных механизмов свойства белков являются определяющими и важными. Сейчас мы только один посмотрим с вами. Тем более, что такое словосочетание вы, скорее всего, слышали. Про антитела что-нибудь слышали? А заодно про прививки, вакцины и так далее. Слышали? Да. Ага, ага. Вот сейчас попробуем разобраться. Что же такое антитела, какое это отношение имеет к прививкам, лечебным сывороткам, вакцинам и тому подобное. Антитела, они вырабатываются в организме, когда они борются с болезнью. Потом они имеют иммунитет на эту болезнь, то такие антитела урабатываются на инсу. Классно. А антитела – это вещества или существа? Вещества. Это вещества, это молекулы. Что это за молекулы? Это молекулы, которые используют какие-то особые… Нет, одну секунду. В химии не бывает такого деления. Не бывает молекул, борющихся с болезнью. Слогающая? Серная кислота – это молекулы, которые борются с болезнью. Ну почему же? Если я взял и ловил даже чумную палочку и облил ее серной кислотой, что будет с чумной палочкой? Она взрослится вон. Гумрет, конечно. Ура! Серная кислота – это вещество, которое борется с болезнью. Особенно и чумой. Нет. Понятно, что по-клубной серной кислоте убьет все ваши клетки, но болезнь данная убит. Молекулы, что близнецборные массы, а свои материи не убьют. О, как славно! Опять же, приходится гаишникам везде. Сидит маленький гаишник и говорит так, вот ты, молекула, вот этого убей, а вот этого не тронь ни в коем случае, да? Ну, как должна быть устроена молекула, чтобы своих не трогать, а чужих трогать? Так, как-то особо устроено. А, антитела – это как ферменты. Особо устроено, дивное совершенно. Как ферменты. А делать к какому-то вирусу специально, чтобы как раз переливки… Володя – дивная совершенно идея. Причем, в качестве исключения, наверное, чтобы меня порадовали, вы ее выразили нормальным русским образом. То есть так, чтобы вас можно было понять, каким это хитрым образом антитела действительно умудряются распознать своих и отличить их от чужих. химическое строение антитела. Антитела можно себе представить как четвертичные белки. Ну, то есть они реально являются четвертичными белками. А предыдение – четвертичная структура. Это четвертичная структура. Соединение глобулы между собой. А каждая глобула – это свернутая в комок пептидная цепь. А сейчас объединение глобулы? Между собой за счет каких связей? Вот это очень важно. Пептидные. Ой, радикальные. За счет межрадикальных связей. Потому что если вы пептидными связями объединили две глобулы, вы из двух разных глобулы сколько получили? Один. Один. Вы же решили. Твертичная структура белка – это объединение третичных структур скобка глобулы. Объединение третичных структур скобка глобулы. За счет межрадикальных связей. Сверей между радикалами аминуслоб. Отлично. Ну и вот теперь, для простоты. Представим себе такую модельку. Я взял белочек и все его спирали растянул в прямые дни. Чтобы была отчетливо и видна каждая пептидная цепь. и увидела примерно такую картинку. Вот у меня две длинные и большие пептидные цепи, которые вот так связаны друг с другом, связаны между отдельными парами арбиталов. А к этим цепям вот так вот присоединены еще две маленькие и коротенькие пептидные цепи, которые сюда пришли, тоже связаны между арбиталами аминуслоб. Вот так взяли и пришли. Получили конструкцию очень похожую на двухзубовую вилку. У этой вилки есть рукоятка и есть лозу Ц. Так вот, у всех андитил на свете, вот эта белая часть одинаковая. Как положено, что молекулярная масса такой цепи больше? Синий или белый? Белый. Белый. Белый, конечно. Поскольку исследования проводились в английском, вопрос, конечно, на английском. Как будет тяжелый по-английски? Хэйл. Хэйл. Аш-цепь. Хэйл. Аш-цепь. Как будет легкий по-английски? Лайк. Лайк. Лайк, пау. Хэйл. Так вот, аш-цепь. Аш-цепь. Совершенно одинаковое у всех андитил. А, л-цепь. Абсолютно разная. Длина л-цепи не такая большая. На самом деле ее каком-то назвать нельзя. Потому что 30-40 аминокислот. Это лок или не лок? Не лок. Не, не лок. Мы говорили с 50-ти, начиная, называем локами, а пептины. Отлично. Хорошо. Сколько разных л-цепей можно построить? Итак, они набираются из 20 разных аминных исходов, и средняя глина будем считать 30. 20-30. 20-30 сетей. Это больше, чем миллиард миллиардов? Больше. Конечно, больше. Миллиард миллиардов – это сколько нулей? Миллиарда – это 18. Все 18 нуля, а здесь 30 нулей. Понятно? То есть, опять же, даже одно многообразие рецепей. Даже такое многообразие можно считать бесконечным. Они могут быть любые. Ну, 30 нуля, это миллиардов – миллиардов – миллиардов? Ну, конечно. Понятно, что они могут быть любые. Если они могут быть любые, химические свойства у них самые-самые-самые разные. Может ли это случайно возникнуть рецепт, который взаимодействует, ну, я не знаю, там, с веществом А? Конечно, может быть, с веществом Б. Вы какое вещество не возьмите, может случайно возникнуть рецепт, который с этим веществом взаимодействует. И теперь возникает сложный вопрос. Вообще-то, рецепты и будут определять способность антител присоединяться к чужеродному веществу. Берем бактерию. Вот бактерия. Так? Как положено, что больше? Сама бактериальная клетка или малекула антитела? Бактерия. Как понятно, что из миллиардов и миллиардов малеку состоит бактерия. Вот оно, антитела. Если рецепт антитела может взаимодействовать с одним из веществ в стенке бактерии. На рецепт антитела. А бактерия от этого хорошо, плохо или никак? Да никак. Да никак. Просто никак. Бактерия этого не замечает. Но подумаешь, что прилипло. Молодчий прилип. А дальше? А дальше по кровеносной системе или в межклеточном пространстве идет клеткоохотник. Погоцут. И проверяет все окружающее хеморецепторами, своими мембранами. Дело в том, что меню фогоцита составлено каким образом? Кем он может позавтракать? Кем-нибудь. Не бактериями. Не бактериями. А он имеет право позавтракать любой частицы, в которой прилипло аж цепи. Скажите, у разных аминных кислот аж цепи разные или одинаковые? Ага. Ага. Если к какой-то частице прилипло аж цепи, это значит, эти цепи прореагировали с этим? Да. Прореагировали. А дело в том, что при отборе на производство антител устраняются все антитела, способные реагировать с веществами нашего организма. Вот таких антител не должно быть. К своей клетке, к веществу, которая нормальна для нашего организма, антитела не пристанут никак как. Если аж цепи обнаружены на каком-то фрагменте, это значит, фрагмент наш или чужой? Чужой. Именно такими фрагментами имеет право завтракать любой богатый. Антитела несут роль маркеров. Они отмечают чужого. После этого приходит фрагмент, который, а по отношению к бактериальной клетке, любая эухариотическая клетка, настоящая ядерная, намного больше. Пришел фрагмент... Обязательно в таком отношении? Еще раз. Обязательно в таком отношении больше? О, и по объему как минимум на три порядка. По линейным размерам, опять же, как минимум в десять раз. Ну, поскольку объем от линейных размеров. Но вообще, на самом деле, есть мелкие бактерии, которые там в миллион раз мельчат, соответственно, эухариотический клеток. Самые крупные бактерии... Самые крупные все равно не дотягивают до размеров эухариотических клеток. Это мембранный рецептор фрагмента, засел H-Ц, а это значит, что это чужое тело, а это значит, его надо захватить и переварить. Так что, как видите, определяющим являются как раз химические вещества, которые находятся на поверхности вот этого безобразия. Это против бактерий. А вирусы стоят из тех же веществ, что у вас в клетке или нет? Нет. Нет? Нужно им разоменьше. На них свое антитело может быть найдено? Может или не может? Может, да, они в разоменьше бактерий. Они существенно меньше бактерий. Ну и что? Скажите, пожалуйста, любая вирусная частица, она все равно больше молекул или меньше молекул? Даже молекулы ТОК, конечно, больше. Даже самые простейшие вирусы, они все равно включают в себя много десятков молекул. Причем, как минимум, одна из них это молекулы ТНК или РНК. А это такой масштаб бедствия, что даже белки отдыхают. На молекулярном уровне вирус – это большое тело. А антитело все-таки одно молекул. Субтитры сделал DimaTorzok Угу. Продолжение следует...